Всем привет, мои дорогие зрители, девочки, женщины, мои близкие подруги, также меня смотрят и родственники. Ну что, я еду закупаться, закупаться, делать большую закупку, оптовую закупку. Еду в супер-супер-пупер оптовый магазин. Почему я так решила, девочки, потому что идут слухи, что в осенне-зимний сезон будут периодически отключать свет. То есть будет происходить тренировочка. Сейчас я повернула. Дорога ж. Сейчас еду по скоростно, по моей любимой дороге. Итак, девочки, в осенне-зимний сезон будут периодически тренировать нас и отключать электричество. Я поэтому решила немножечко закупиться таких продуктов, как мука, рис, сахар, соли можно прикупить, каких-то консервов. Чтобы, девочки, не попасть в жиотаж. Который будет связан с этим делом. Будут очередя, будут пустые полки. Зачем это надо? Я хочу спокойненько сейчас закупиться. И быть спокойной, как говорится. Так, все, вышло. Вышло на поворот, девочки. Очень важный момент был. В общем, того и вам советую, девочки, по возможности немножко закупиться. У нас проблемы как бы и нет и с финансами, и нет проблемы, где это хранить. Так как, вы знаете, у нас достаточно большой дом. И найдется место для этих мешков. Также я хочу немного прикупить воды, питьевой. Потому что тоже все может случиться. И могут возникнуть проблемы с водой также. В общем, вот такие мои планы, девочки. Сейчас едем в супермаркет. И сделаем с вами небольшой шоппинг. Вернее, большой шоппинг. Посмотрим, что я решу купить. Чем я решусь запастись. Все, сейчас отключаюсь, потому что дорога серьезная у меня. Итак, зашли мы с вами. Супер-пупер оптовый магазин. Какую-то я тачку взяла, которая самоуправляемая. Хочет повернуть патена налево. Девочки, ну, смотрите, люди без масок. Доступ к продуктам. Без всяких пропусков. В общем, у нас пока что в Багдаде все тихо, спокойно. Так, надо пойти взять Леройчику корм. Постоянно они переставляют. Господи. Что-то я не вижу Леройчика любимого. Лакомство. Так, что же делать? Что же делать? Это не то. Это он не любит. Белл покупал ему. Так и стоит. Вот его любимая. Все, нашла. Чикен. Кусочки. Ну что, надо в Багдаде. Девочки, вот хочу вам показать, что у нас селмон тоже, смотря какой селмон, где он, так скажем, обитал. Вот смотрите. Атлантический селмон лосось стоит 30 долларов. Видите, 32 доллара кусок. То есть смотря откуда выловлен лососик. Отсюда и цены. Я тоже беру достаточно дешевый лосось. Так, сейчас я возьму фаршированный лососик. Мы сделаем это любим. Вот он стоит. Став селмон 17 долларов. Ну, с налогом будет 19, наверное. Ребята, помните, я крабика покупала? Конечно, меньшего размера. Но был и 10 долларов, и 15 долларов. Сейчас смотрите, 2. Конечно, большего размера, но стоит 42. Здесь 47. Ой, был бы поменьше. Я бы взяла себе, душу отвела бы. Но нет, не буду брать, девочки. Видите, какая я экономная, практичная. Так, а ну вот этот вот лососик сколько у нас стоит? А, это холодного копчения лосось. Вот такой шматочечек 13 долларов стоит. Ну, вкусненько, да, можно покупать. Ну, у меня еще в заморозке то, что Дэл мне готовил, тоже он коптил. Так что я не буду покупать. Девочки, посмотрите, какой стейк. Ковбой стейк называется. Смотрите, моя рука. И посмотрите, какой огромнейший кусок. Смотрите, какая толщина. 43 доллара стоит. Вы говорите, дешевые продукты, дешевые только на... Цены на дешевые продукты. А так, конечно, на более качественные продукты. Цены здесь достаточно высокие, девочки. Вот новозеландская баранина. Вот такой кусочек стоит 22 доллара, девочки. Не беру. А вот и фаршированный перчик, девочки. Вот так. Американцы тоже любят и знают это блюдо. Ну, вот, 14 долларов почти. Три перчика с жировыми. Кстати, можно брать, но непонятно, чем они так фаршируют. Так, ну что, я хочу вам показать, чтобы дома это все не раскладывать. Я взяла немножко закупочку таких продуктов на каждый день. Вот, смотрите, что. Ну, естественно, круассан. Чикен салат для Дейла. Моцарелла для меня для Дейла. Став лосось. Бекон. Дейл жить не может без бекона. Так, ему вот эти вот сосиски. Вроде бы неплохие. Куриные. Вот такой кусок говядины взяла. 20 долларов. Четверочек у два пакета по 20 долларов. Закуска куриная. Дальше блюберри. В основном для себя, потому что Дейл что-то не хочет есть. Обалденная сегодня блюберри. Посмотрите, такая крупная и сладкая. Иногда бывает мелкая и какая-то кислая, невкусная. Поэтому я всегда пробую. Виноградик и три вида сухов для Дейла. Брокколи. Говядина чили с фасолью. И креветки с кукурузой. Вот так, девочки. Сейчас идем за большими мешками. Посмотрим, что у них там есть в наличии. Сколько это будет стоить. Ну, смотрите, отдел риса. И смотрите, уже полупустые. Под стилы, на стилы. Такой мешочек риса у нас есть. Мы брали. Рис Басмати. 18 долларов стоит. Один мешок я уже заканчиваю. Так, лонг, длинный, белый рис. 18 долларов. Вот 25 паунтов. 9 долларов 48. Так, и вот еще 25 паунтов 15 долларов стоит. Ну, такой-то кругленький. Не знаю. Так, это другой вид. Жасмин. Жасмин у нас есть. Не надо. Не надо. Так, ну что, я не знаю. Возьму, наверное, вот этот за 20. 25. Это 12 килограмм. И здесь размерчик мне понравился. Я люблю продолговатый рисик. Так, беру. Так, мука. Ну, смотрю, муку тоже разбираю. Смотрите. Видите, что делается. Так, это небольшие. Это сколько там, грубо говоря, 6 килограмм. 5 долларов. И вот такой мешочек. Где тут? Где тут? 25 паундов. Это, грубо говоря, 12 килограмм. 9 долларов. Ну, смотрите. Насколько выгодно. Сейчас я беру мешок вот этой муки и сахар. Вот такой 10 паундов 6 долларов. И 25 паундов 13 долларов. Ну, короче, девочки, вот 5 долларов, 13 долларов. Здесь 2,5 больше размеров у массы. По деньгам разница, я посчитала, 2 с копейками долларов. Короче, не буду. Возьму один такой пакет пока. Так, ну, я зашла в отдел шампуни, кондиционеров. Все для ухода за волосами. Девочки, я смотрю, что набирают обороты популярные шампуни, кондиционеры с добавками всевозможных масел. Видите? Это у нас кондиционер. А это у нас, по-моему, шампунь. Да, шампунь. Видите? Орган ойл плюс алоэл. Вот, обалденно. Я так думаю, что это очень похоже на то, что я брала в Россе. Я так думаю, что это очень классная шампунька. Но брать не буду, потому что у меня уже очень много такого вида шампуней, кондиционеров и для мытья тела. В общем, пропускаю. Вот здесь, девочки, стойка с цветами. Здесь самые дешевые цветы, то есть букеты. Вот, смотрите, огромные букеты. Классные, красивые, свежие. Вот, 20 долларов. Огромный букетик. Вот эти маленькие, смотрите, по 7 долларов. Мои любимые гвоздички. О, пахнут, девочки. Обалденно. Ну, видите, цветы тоже разобрали. Может, это под конец дня, конечно. Потому что я поехала после работы. Закрылась быстренько и быстро чупла. Как видите, я без дела. А вот розочки какие. Пахнут тоже, но такие уже. Немножечко они уже уставшие. Маленькие. Может, воды там нету. Надо их поменять. Вот так. Ну, вот так, девочки. Все. Я, наверное, буду выходить, потому что уже полная кибитка. И вот в этом месяце я закупилась. Дай бог, на следующий месяц точно так же закуплюсь. И сахара, и риса. Может, другие какие-то крупы попадутся у меня. В общем, вот так. Буду потихонечку закупать. Кстати, нужно еще взять бутылочку масла. Хотя у меня масло есть. Но, девочки, как говорится, пускай бутылочку. Экстра лайт олив. Я не сильно люблю оливковое масло, честно говоря. Вот честно говоря вам. Вот, пожалуйста, виноградное масло. Сколько оно стоит? 7,48. Бери, не хочу виноградное. 2 литра. Не знаю, правда, какого оно качества. Девочки. Что это? Экстра вирджин олив ойл. 12 долларов стоит. Цукини. А где же обычное масло? Мне надо обычное. Мне не надо ваши оливковые. Я очень редко пользуюсь им. Слушайте, обычного масла-то нет. А вот еще, смотрите. Органики. Это авокадо плюс кокос. Кукин ойл. Интересно. 10 долларов стоит. Да, ассортиментик есть, кстати. Вот авокадо тоже, девочки. 8 долларов стоит. Маслица, темное стекло. Не в пластмассе, а в стекле. И темное, и затемненное. Наверное, надо взять это авокадо. И цена 8 долларов. Так, здесь вот обычное масло. 10 долларов. Две упаковки. Вот, надо взять тоже. Сейчас рукозами-то возьму. Так, все. По маслу все. Все, девочки, выхожу. Ну, вот так каждый месяц можно немножечко делать такую закупку, да. По обычным продуктам и на те, которые имеют срок годности длительный. И так можно закупиться на всякие пожарные случаи. Дай бог, чтобы его не было, девочки. Правда же? Ну что, сейчас посмотрю, насколько у меня выйдет чек. И я так думаю, что выйдет где-то на долларов 200. В общем, посмотрим, ребята. Так, и так, вышла здесь на 158,40. Сой. И второй чек на 70,46. Итого у нас 228 с копееками. Чуть-чуть я не угадала. Все, мои хорошие. Спасибо, что вы потратили время. Состояли мне компанию. И я закупилась. Желаю вам того же самого. Закупиться по возможности, девочки. Всем мира и добра. Пока. Итак, едем домой. Показываю вам дорогу. Домой. Сейчас приедем. Наедимся. Девочки, я даже не завтракала. Не то, что раньше милый, или же обед. Я съела один банан и один огурчик с моего огорода. И на этом все. Конечно, голодным шампинговаться не рекомендуют. Поэтому, может быть, я и сделала такую большую закупочку. Потому что глазами бы все сейчас съела. Ну вот, я стараюсь большие закупки делать, конечно, без Дэйла, девочки. Потому что, во-первых, во-первых, багаж занимает его коляска. И продукты уже некуда ставить. Во-вторых, тот момент, что вот он мне выкрутил фильм такой, вы знаете, да? Когда он мне в голос сказал, что я не собираюсь проводить время в магазине. Понимаете, деловой, деловая колбаса. Он не собирается проводить время. Как будто он чем-то занят. Я его хочу, наоборот, вывести, как говорится. Показать его значимость, да? Это первый момент, самый важный. Значимость показать. Что ты в таком состоянии, да, болезненном. Но все равно я в тебе нуждаюсь. Он этого не понял. Ну, я, соответственно, сделала вывод. Что только, может быть, мелкие какие-то закупочки на 10-15 минут, быстренько сделать кружок и домой. Это только вот с ним. Ну, вот так, девочки. Вот такие мои мысли. Вот так мой день практически заканчивается. Еще раз с вами прощаюсь. Всего вам хорошего. Всего вам доброго. Будьте здоровы. И увидимся в следующих видео. Всем пока.